Привет, улечки! Началась новая неделя, а я тут тормоз тормозной. Не знаю, что получится рассказать, но надеюсь, чего-нибудь сегодня все-таки поделаю. Вот, а сейчас сижу, смотрю видео и как-то пытаюсь прийти в себя. У нас сегодня туман, такой красивый, но обещали, что будет просто облачно, солнышко должно быть тоже. И сейчас вам что покажу. Вот смотрите, убрали деревья, да? Вот сейчас, конечно, солнца нет, но стало так светло в комнате, оказывается, такой просвет теперь получился. Конечно, все еще вообще не облагорожено, но дерево стало пожиже. Там вот, надеюсь, мы еще уберем макушки, чтобы оно было такое, ну, не такое высокое. А здесь вот оно вот все так резенько. И там ничего сейчас нет. Вот. Так что стало больше места. И вот цветет. Филечка вот лежит рядышком со мной. Так что у меня сегодня настроение Филечка. Да, Филюша? Да. Скажи, а что еще делать? Все серенько, грустненько. Филечка. Филечка. Продолжение следует... 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 С любыми консервами. Там просто как бы картошка, поджарка и вот эта рыбная консерва. Мне тогда было лет, наверное, 7-8. Я так думаю, я могу ошибаться, но мне кажется, примерно в этом возрасте. Потом мы готовили, конечно же, щи и борщ с клёцками, с фрикадельками. Что ещё? Рассольник. Помню, что готовили, но очень редко. Куриный с лапшой и вермишельку с молочной. Вот эту вот я не ела. Я помню, как-то готовили, но я не ела. Ещё бабушка готовила затируху. Она мне сначала не нравилась, а потом мне стало почему-то вкусно. Прикольный такой суп. Ой, так сразу прям что-то я не вспомню. В общем, мы готовили очень много супов. Могла сейчас даже что-нибудь забыть. В Астрахани научилась готовить суп из свежих овощей. Даже они использовали ботву от свёклы. Оказывается, это так вкусно. То есть там нет капусты, была ботва от свёклы. Я даже не ожидала, что она достаточно вкусна в супе. Ой, что ещё? Ну, уха, да, это тоже. Наверное, что я не забыла. Короче говоря, ну, вы поняли, да, что супы мы любим. Если у кого-то есть очень вкусный рецепт супа, напишите, пожалуйста. Прям с удовольствием попробую приготовить. И ещё вот мне написали про сырники, что вместо муки используют манку. Я это помню. Но пока что-то как-то вот не сложилось у меня, пока ещё не испекла. Ну, обязательно попробую. Просто ради даже интереса и расскажу вам своё мнение. Вот. А то, знаете, как получается, я с вами делюсь, да. Ну, мне же интересно, что и другие что-то советуют. Поэтому с удовольствием прям почитаю ваши рекомендации. Там или, может быть, рецептики. Так что пишите. Вот. Ну, всё. Теперь я отдыхаю. Жду своих с работы. Ну, и желаю вам всего самого-самого доброго, хорошего настроения. И чтобы всё у вас было замечательно.